Всем привет! Это программа «На выезд» и сегодня история о спортсмене-любителе, которым может превзойти профессионала. Познаем гармонию спорта, учимся быть сильнее и влюбляемся в триатлон. Да, мне 39 лет и я триатлет-любитель. Как мне в этом статусе? Ну, в принципе, отлично. Я занимаюсь тем, что мне нравится. В принципе, мой рабочий жизненный график позволяет этим заниматься. И мне комфортно, не знаю, мне нравится. КОНЕЦ Паша, доброе утро! Привет! Не слишком у тебя летний вариант для октября? Для бега в октябре самое то. Самое то, да? Какие планы? Сейчас чуть больше шести часов утра. Почему мы так рано уже на работе? Ну, потому что самое время для бега. Мало машин, мало людей. И до работы успеть. Ну, давай побегаем. Да. Объясни сразу, в чем отличие триатлета-профессионала от триатлета-любителя? Ну, профессионалы, прежде всего, зарабатывают этим деньги. Они, ну, основная их задача – это их работа, можно сказать. У нас это хобби. Вот, ну, призовые, опять же, на каких-то стартах есть, но это не играет какой-то основной роли. Ну, это приятный бонус к тому, чем ты занимаешься. В любом случае, ты тратишь больше на это хобби, чем на нем зарабатываешь. Даже можно сказать, что многие любители, ну, я там в определенный период тренируются больше, чем некоторые профессионалы. Но при этом это не делает нас профессионалами. Если я захочу получить статус профессионала, ну, с моими результатами, в принципе, там где-то в серединке или нижней серединке протокола я могу занимать места среди профессионалов. Новый персонаж в нашем кино. Все, добегалась. Сейчас будешь интервью давать. Полина, доброе утро. У него просто тяжелая тренировка сегодня, в отличие от меня. Так, скромненько на тропинке встретились, просто помахали друг другу. Мы даже, нам Паша сейчас открыл секрет, что вы его девушка. Да, ну, слушайте, на такой, да, это самое, тренировки говорить невозможно. Вот я сейчас даже захлебываюсь. Тяжелая тренировка у меня была, в отличие от Паши. Полина тоже в любителях? Ну, Полина бегает только. Да, так бегает. Ну, любитель, да. С Пашей спорите, ну, я не знаю, за первенство, знаете, однако. Да нет, конечно, нет, конечно. Его не переспорить. Да, Паша закончит свою дистанцию, еще меня встретит. Как научиться долго бегать, долго плыть и долго крутить педали на велосипеде? Ну, ответ в вопросе уже. На тренировках это делать долго. Всегда работает принцип последовательности и постепенности. Начинать с малого, постепенно увеличивать. Выносливость – это то, что тренируется проще всего. Ну, скажем, легче всего она дается всем. Если скорость есть не у всех, это скорее врожденное. Талант, да. Да, то выносливость – это то, что можно тренировать. Ну, до определенных пределов, но тренируется, ну, у всех. Тогда твои рекорды выносливости. Если брать плавание, я плавал, наверное, ну, на соревнованиях больше… Километраж? Трех и восьми я не плавал. Ну, вот это на дистанции рандмэнда 3,8 мы плывем. А на тренировках, ну, пять километров плавал несколько раз. Причем в открытой воде даже, не в бассейне, а в открытой воде. Рекорд в беге, давай, на выносливость. Это, наверное, какие-то такие. Мы бегаем ради прикола, скажем так, по горам. И бегал я 50, там, с копейками километров было. Ну, как, это не всегда бег, понятно, потому что это прям серьезные там горы были, и ты в гору особо не побегаешь. Если просто чистый бег, что вот прям непрерывный, но это 42 километра в триатлоне. После того, как ты проплыл 3,8, 180 проехал и 42 пробежал. Вело 1200 в Париже. Рекорд 1200 в Париже. Как раз это было проще. Сейчас я тренируюсь там в среднем, ну, в районе 15. Часов в неделю. Да, а бывало и по 30, поэтому, ну, я же говорю, это все выглядит, ну, как будто мы профессионалы. У тебя был какой-то рекорд потери веса? Я не замерял, но несколько килограммов точно теряешь. Ну, зависит от того, какая это гонка. Короткий спринт, там, на час или, там, железная гонка, там, на 9 часов, а или на 15-13, у кого как это занимает. Ну, теряешь много, надо, конечно, восполнять. По 2-3 точно терял. Ну, я и за тренировку могу столько потерять. Как правило, у триатлетов хороший аппетит. Да, ну, аппетит – это вообще, из-за чего многие приходят, то, что можно много есть и при этом, ну, не толстеть. Многие любители больше всего боятся плавания. Не только из-за того, что контактные, а в целом воды боятся. В море всегда может быть что угодно. Шторм, могут быть медузы, ну, прям очень много медуз, когда и жалят. Попадал в какие? Ну, меня не жалили. В медуз я попадал, ну, жалят меня и не жалят. Ну, знаю тех, кого жалили. Когда одновременно все стартуют. Там, ну, просто мясорубка, можно так сказать. Ну, это больше 100 человек, может быть. Может быть, и несколько сотен, а бывает и тысяча. Не знаешь, откуда тебе прилетит, потому что, ну, часто в контактной борьбе очень часто бьют. Ну, и очки впечатывают в глаз, да, и по голове бьют, и притапливают. Я знаю, что у тебя достаточно интересная профессия. Да, я тоже в нее пришел случайно. Сам научился шить в какой-то момент. Ну, мне интересно было дизайн все это, ну, мода. И прочее. Было свое отелье какое-то время. Потом, когда уже более серьезно увлекся триатлоном, и мне предложили как раз этот момент работу, ну, на неполный, скажем так, рабочий день. Ну, с гибким графиком. Также я занимаюсь немного дизайном, но в основном это расстрой. Какие-то технические вот эти моменты по, ну, по моделям, то, что мы отшиваем. Вот, и занимаюсь сейчас вот этим. Паша, добрый день. Добрый. День номер второй. Сегодня велотренировка? Да, сегодня тренировка по плану. Все гоночные велосипеды профессиональные, просто они делятся по уровню, там, от бюджетных до дорогих. А так, в принципе, они все подходят для соревнований. Ну, у меня... Это в какую категорию попадают? Бюджетных или дорогих? Это, ну, практически топовая модель. Плюс тут всякие доработки, которые сам менял. Ну, кастомные лежаки, ну, то есть подлокотники они же. Ну, а в чем его вот главное преимущество над остальными моделями? Аэродинамика, сейчас все в гонках на время, да, работают над аэродинамикой. Каждая секунда, можно, ну, пересчитывать даже, сколько каждая следующая секунда стоит денег. То есть каждое улучшение, это вот сколько это стоит. Что происходит с организмом во время гонки? Ну, организм подвергается большому стрессу. Причем все делали, что начиная, там, от мышц физической, там, костной. До, мозга, да? Да, и психологически, конечно, тоже, потому что у тебя и предстартовое напряжение какое-то есть, и напряжение во время гонки физическое, и уже после гонки. Это может быть как эйфория хорошего, ну, результата, а может быть и наоборот. Ты смог полностью освоить законы физики и смог их где-то опровергнуть? Нет, все по физике работает. Все вот вообще, ты никак не обманешь. Везде только физика. Ветер по ветру, гора с горы, вот все это, ну, плюс за кем-то, ты едешь к лесам, все это очень сильно влияет. Ну, и все это надо учитывать. Ну, опять же, все еще до гонки обычно просчитывается, как это будет примерно, кто с кем-то, в каком месте, и что происходить будет. Ты обычный человек, который делает абсолютно необычные вещи, незаурядные вещи даже для тех людей, которые в обычной жизни придерживаются спортивного образа жизни. Зачем тебе вообще это надо, Паш? Ну, интересно. До скольких лет возможно быть триатлонистом? Бесконечно. Это классный ответ. Сейчас самые такие возрастные, ну, за 70 точно, ну, вот 77 что-то такое точно. Есть группа, да? Да, выступают люди, они причем вполне такие бодренькие, там, и не только мужчины, и женщины. Даже ты на них смотришь, и кажется, что им легче, чем тебе. Хотя, ну, казалось бы, в таком возрасте, ну, в общем, они, ну, суперкрутые люди. У тебя есть конечная цель вот всего того, чем ты занимаешься? Как таковое у меня нет, у меня есть только интерес. Пока мне интересно, я этим занимаюсь. Ну, а так мне интересно просто улучшать свои результаты. В чемпионат мира я уже съездил, опять же, ну, занять призовой или выиграть было бы круто, но, может, когда-то еще попробую. В общем, пока я просто тренируюсь, соревнуюсь, получаю удовольствие и суперкрутых далеко идущих планов не строю. Паш, спасибо огромное тебе просто. Спасибо за твой интерес к триатлону. Надеюсь, твоя история вдохновит многих на то, чтобы не сидеть без дела, а по-настоящему влюбиться в спорт. И смотрите обязательно программу «На выезд». Пока.